Виталий, приветствую тебя на нашем очередном раунде. Скажем так, громко, битвы аналитиков фундамента и техники. Сегодня я тебя с большим удовольствием снова приветствую. Очень надеюсь, может быть, какими-нибудь оригинальными инструментами, как и в прошлый раз, порадуешь. Потому что по фидбэку очень понравилось то, что ты взял и относительно экзотику. Мексиканские EPS'а было действительно круто. Ну и по крипте в последнее время информации не так уж и много, и ты ее предоставил. Ну, давай тогда вкратце подведем итоги того, что у нас было с тобой в ходе прошлых идей. Ну и перейдем к тому, что мы планируем донести в качестве трейдовых позиций сегодня. С твоего позволения, я начну тогда. Давай демонстрируем. Хорошо. Так, момент. Так, должно быть видно уже. Так запустилось, да. Да, отлично. Так, ну что, идея была с моей стороны покупки пары доллар-канадец. Я там называл значение buy limit поближе к уровню 1.40. Ну, в принципе, лично я в этих длинных позициях находился давно. Не знаю, может быть, сейчас кто-то с моих рекомендаций зашел в эти длинные позиции. Сейчас должен быть хороший профит. Самое главное, сегодня я не хочу, скажем, поставить стоп по этой идее. То есть, типа, отработали и все. Я хочу, чтобы те, кто придерживаются, опять же, аналогичного подхода, держали длинные позиции дальше, потому что здесь потенциал, как было отмечено, выше. Это уход в район 1.42.50 и даже повыше. Почему? Потому что мы сегодня уже по горячим следам можем говорить, что Банк Канады, в принципе, дал нам ту риторику, на которую мы и рассчитывали. Это помимо агрессивного подхода к дополнительному, собственно, стимулированию экономики, то есть программа количественного смягчения, канадским регулятором была запущена еще три недели назад. И, соответственно, сейчас канадский регулятор просто увеличил ее объемы, поскольку стал покупать и, скажем, корпоративные облигации и облигации провинции. Я думаю, что будет конкретика больше уже на следующих заседаниях. То есть, мы узнаем точно по объему, сколько будет идти на эти бумаги. Но факт остается фактом. Допа, меры экономического стимулирования, это то, что должно способствовать ослаблению курса национальных валют. В отношении канадца, безусловно, против. Это еще и снижение цен на нефть, как главные экспортные ресурсы. И я очень сильно верю в укрепление доллара, как уже было отмечено. Поэтому длинную позицию здесь нужно держать. Что касается нефти, был сейл. В принципе, мы вот уже несколько часов бьемся в узком коридоре. Вот сейчас видно. 1,2720, 1,2820. Хотя, если сейчас пересчитывать вот этот диапазон, то здесь фактически доллар, пересчитать на текущую стоимость нефти, это не такой уж и узкий коридор. Фактически получается больше 4%. Но факт остается фактом. Мы продавали с уровня, я рекомендовал 1,20, точнее, 28,10. Ну, сейчас мы чуть пониже. То есть, соответственно, здесь тоже нужно держать короткую позицию. И сегодня я прям хочу продолжить именно для тех, кто не заходил еще в рынок нефти, дать рекомендацию, что нужно это сделать, потому что в данный момент мы видим то, что действительно нефть продолжает снижаться. Я предлагаю зайти прям вот по минимуму вот этой свечи. Одну секундочку. 1, точнее, 27,80. Это как раз уровень для атошки селс-стоп. Почему я абсолютно уверен, что они будут снижаться? Потому что у нас и позавчерашний доклад Международного литератического агентства, в соответствии с которым в этом месяце ожидается падение спроса на нет на 29 миллионов. Доклад усилен еще вчерашним отчетам ОПЕК, где также прогнозируется спад на 20 миллионов. Я специально делаю такой акцент на вот эти статистические вводные, потому что очевидно, что ранее было согласовано сокращение по нефтедобыче на 9,7. И тут у нас падение спроса больше, чем на 20 миллионов. То есть математика явно указывает на то, что на рынке нефти останутся прежние проблемы. Это проблема значительного падения спроса и роста предложения. Поэтому по нефти падать и падать в качестве тейк-профита, я думаю, что уровень 24,70. К нему мы точно придем, правда, вот вопрос, насколько быстро. А в качестве стоп-лосса можно вот закинуть, соответственно, раз мы будем продавать с уровня 27,70, то стоп-лосс можно будет поставить на отметку 28,90. И еще одна идея, которую я сегодня хочу предложить, это покупка индекса американской валюты. В частности, сейчас мы также растем, 99,98 мы сейчас видим. Отложку предлагаю, байлимит с уровня 99,70, то есть во счете вот на дополнительную коррекцию сюда. И здесь уже можно будет подбирать с целями на уровне 102 и даже повыше. Ну, главное, сначала, да, метки 101, и там уже видно будет, почему индекс доллара нужно покупать, потому что индекс американской валюты – это актив, который, в принципе, отражает, должен отражать, по идее. Повышенный спрос на защиту, поскольку это эталонные представители защитных инструментов, потому что доллар, как все прекрасно знают, еще и валюта с некоторых подфондирования после того, как резерв снизил процентную ставку и резервная валюта. Вышел целый блок статистики, вот за последние два дня. Роничные продажи минус 87% – это минимум с 1992 года. Промышленное производство провалилось до минимума с 1947 года, и вчера вышел отчет по заявкам на пособие по безработице, то есть фактически за четыре недели без работы осталось больше 20 миллионов человек. Безработица точно скакнет больше, чем на процентный показатель 10%. И тоже для сравнения, когда мы видели цифры такого рода последний раз, да никогда. Более-менее приближенные значения, хотя и относительно приближенные. Вот пик по количеству месячных заявок на пособие по безработице на отметке 2,7 миллиона. Последний раз был в 1982 году, и сейчас мы переплюнули этот антирекорд. То есть доллар должен расти, я надеюсь, что вот ралли, который идет сейчас, оно сплотит, опять же, покупателей и поспособствует впоследствии тому, чтобы индекс влезет еще выше. Виталий, это мои идеи, я думаю, что они приближены к фундаменту, с которым мы сейчас работаем, поэтому на этой ноте я с большим удовольствием передаю слово тебе. Так, приветствую, Артем. Так, отключил я демонстрацию, да. И зрители наши, которые будут смотреть нас в записях. Виталий, демонстрация пошла, да. Да, в принципе, я твои идеи поддерживаю, они мне понравились, они, в принципе, совпадают с моими, скажем, техническим подходом. По поводу индекса доллара, солидарен. Сейчас в подробностях расскажу, но вначале давай начнем с прошлых идей, которые я давал, да, фидбэк. Так, в прошлый раз я обсуждал доллар, американский против мексиканского песо. Ты назвал это экзотикой, да, но я тебе скажу, достаточно интересный инструмент. Он волатильный и ходит технически очень красиво. Даже иногда лучше, нежели там евро, доллар и так далее. Я бы советовал, кто его не торговал, присмотреться к нему. У него бывают тренды такие, скажем, очень хорошие, кто торгует там трендовую торговлю. Итак, вчера, точнее в среду я давал рекомендацию на покупку в районе 23.80, вот в этой зоне, да. После обеда мы проводили, здесь мы вырвались с этого канальчика, да, который у нас был. Хорошие импульсы я отмечал, которые были, ну, скажем, конец 9 апреля, очень хороший 13 апреля и 15 апреля был заходной такой хороший импульс на пробой канала. На ткате зеркально мы покупали. Идея отработала, первые цели, я ставил вторые цели чуть повыше, среднесрочные, да, их пока не добили, но я пока сохраняю потенциал движения наверх. Аналогично поддерживаю рост индекса доллара, думаю, что по этой паре тоже будет. Скажем, это как к слову, к данной прошлой рекомендации. Сегодня будут новые. Ну, кто удерживает здесь лонги, часть можно было зафиксировать, часть или там без убыток перенести сегодня, повыносила, или кто не переносил, удерживать данный инструмент на покупку. Это первое, что я давал. Второе, это биткоин. В принципе, я по нему оказался прав, но моя идея, скажем, ее вынесла по стопу. Так, давай так, вот, часовики покажу. Говорил, что по всем топовым криптовалютам, это биткоины, эфир, лоткоин, там, риппл, эфир, классик, что я по ним смотрю лонг, хотя отмечал также, что не исключая шарты, шарты локально, они отработались, но ту покупку, которую я давал в районе биткоин 6, там, 850 плюс-минус, в этом диапазоне, получается, вот у нас среда, да, вот здесь. Видно я мышкой показываю, да? Да, 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 все прекрасно видно. Вот здесь я говорил покупку, и стоп я советовал ставить за эти минимумы, да, их чуть-чуть повыносило, и биткоин дальше ушел наверх, как и ожидалось, да, то есть здесь можно было перезаходить после ложного пробоя, ну, скажем, идея сработала по стопу, но сам посыл лонг биткоина, что это идет, возможно, даже неплохой набор позиций здесь среднесрочный по биткоину, я пока по нему сохраняю и по другим криптовалютам, вот тот же эфир, который я хотел давать, но здесь спред был увеличен, поэтому с биткоином работал, здесь аналогично, чуть-чуть повыносили и дальше наверх. Пока по топам сохраняю лонг позицию. Что касается новых идей на сегодня, также рассмотрю инструмент с долларом, это доллар против японский иен, аналогично смотрю на рост индекса доллара и по данному инструменту, хотя я бы сказал так, что не всегда, допустим, инструмент бывает, что индекс доллара условно растет, а бывает по некоторым инструментам индекс доллара падает, поэтому это тоже нужно понимать, не всегда бывает корреляция. Поэтому моя рекомендация на сегодня – это покупка доллар-иены, возможностей текущих, то есть это у нас диапазон сейчас 107, пусть будет верхняя граница 107,80 и нижняя граница 107,60, то есть такой диапазон 20 пунктов, в зависимости, кто когда будет смотреть наш обзор. То есть стоп-лоссы я предлагаю ставить за вчерашнее минимум, за вот этот пин-барчик, да, и покупки с целями первой цели – это вчерашний хай 108,05, пусть будет, да, такая небольшая первая цель, и дальше в район повыше 108,50 пусть будет, да. То есть вот такие, скажем, такие локальные цели. Поэтому пока солидарен на рост доллара по этому инструменту и по индексу доллара с тобой. По поводу нефти хотел сказать свое мнение, что, в принципе, да, нефть смотрится вниз, но, скажем, еще в прошлую среду, когда ты говорил о шортах, я так к ней присмотрелся, и она как бы смотрится вниз, но я там анализировал лайт больше, мне там оно нравится больше, но начали мы с бренд. Идет здесь какое-то странное такое медленное падение в этом большом импульсе, который было там после соглашения вот этих по поводу сокращения добычи, которое было там Россия, Саудовская Аравия. И, в принципе, я бы хотел стать в обратную сторону, это рассмотреть покупки с текущих, это 28, это верхняя граница пусть будет, да, 28,00, и нижняя граница где-то в районе 27,50. То есть вот здесь возможно набирать покупки, ну, понятно, здесь волатильность, конечно, большая, сильная, сейчас, как ты отметил, да, такой небольшой канал, но здесь диапазон 150 пунктов. Да-да-да, в процентах это немало получается. Да, поэтому кто-то набирает долгосрочный лонг, в принципе, можно попробовать в этом диапазоне набирать лонги. И стоп-лоссы, ну, конечно, здесь нужно побольше ставить. Позицию разбить, скажем, на небольшой объем, чтобы это в пунктах это много, но, скажем, чтобы это было по отношению к депозиту, там, полпроцента или процент. И с, скажем, с такой среднесрочной целью, что мы будем очень сильно расти, скажем, в район, хотя бы от 31, и дальше там уже вот эти хаи, которые были у нас, так, не видно из-за этого, так, это получается, ну, где-то 35. То есть я пока стану в обратную сторону, чтобы была интрига, да. Пока смотрю в лон, да. Сделка такая осторожная, я же говорю, поэтому нужно с небольшим риском. И еще хотел комментарий добавить к индексу доллару. Там вчера я смотрел комментарии вашего обзора с Денисом, и там спрашивали, а когда будет евро-доллар, да. В принципе, ты как бы по доллару отметил, и такой краткий комментарий евро-доллара, он, в принципе, очень совпадает с индексом доллара. Такое ощущение, что он будет падать, падать с текущих, да. То есть уже даже может лимитку не зацепить даже по индексу доллара. Конечно, я сегодня ожидал, как не исключение, а тоже такой небольшой откат и потом шорт, но видим, он падает аналогично практически по сценарию, по сценарию вот так, сейчас, в принципе, который был в конце марта, тоже без таких откатов хороших, и очень-очень похоже на падение вот это в начале, в начале марта, то есть где-то после 6 марта тоже пошел такой заходной импульс, и то есть вниз вот такими, без хороших откатов, сразу вниз задавливают. Поэтому не исключаю, что сегодня у нас евро-доллар будет проваливаться очень сильно вниз, это на обновлении минимумов 0.770, да. Поэтому кто здесь покупает, нужно быть очень осторожным, я думаю, есть категория покупателей по евро от этих уровней. Нужно быть осторожным, здесь могут сегодня протащить до конца пятницы пунктов 100, то и больше. Это, скажем, к слову по индексу доллару и запроса по евро-доллару. Лонго пока не вижу по евро-доллару. Они могут быть, если сегодня какие-то там новости, возможно, пойдут там по рынку, скажем, не запланированы, да. Если пойдет сильный-сильный очень импульс наверх, и уже там с понедельника нужно будет смотреть, менять мнение по евро-доллару. А пока только шарды, аналогично, как индекс доллара, вверх. Виталий, спасибо тебе за евро отдельно. Я думаю, что на следующей неделе мы вернемся к этому активу. Может быть, я тоже что-нибудь предложу, но в целом я солидарен с тобой, потому что здесь только вообще пространство для еще большего, более глубокого снижения. Ну что, благодарю тебя еще раз за идеи. Тогда будем подводить итоги на следующей неделе. Я думаю, что график пока оставим прежним. Среда, пятница. Если, друзья, трейдеры, которые сейчас просматривают нас в записи, если что-то нужно добавить, что-то убрать, любые инициативы с вашей стороны приветствуются, потому что только так мы можем через ваш фидбэк узнать, что вам хотелось бы даже с позиции тех же самых инструментов. Предлагайте, что вам интересно. Мы с удовольствием с Виталием разберем. Виталий, ну что, хороших тебе выходных. До следующей неделе. Спасибо. Взаимно. До свидания. Удачи. Пока.